Глава третья. Возвращение домой. Возвращение домой. Спроецированная форма человеческой жизни — это лишь один из бесчисленных вариантов внешнего облика, которые могут принять души, черпая их из субстанции своей основной энергии. Позже, в главе шестой, я буду рассматривать еще один отличительный идентификационный признак души. Особая у каждой души цветовая аура. Большинство моих субъектов сообщают, что первая личность, которую они видят в духовном мире, — это их личный гид-проводник. Однако по окончании жизни нас также может встречать родственная душа. Гиды-проводники и родственные души — это совсем не одно и то же. Если бывший родственник или друг предстает перед вновь прибывшей душой, ее постоянный гид может при этом и не присутствовать. Я полагаю, что обычно гиды находятся где-то поблизости, контролируя прибытие души своим особым способом. В следующем случае душа моего субъекта только что прошла через духовные врата, где ее встретило продвинутое существо, которое, очевидно, имело тесные отношения с субъектом на протяжении многих прошлых жизней. Хотя эта родственная душа не является первоначальным гидом моей пациентки, она встречает ее и окружает любовью и заботой. Случай шестой. Доктор Ньютон, что вы видите вокруг себя? Субъект. Нет, это как если бы я плыла вперед по чистому белому песку, который перемещается вокруг меня, и я под огромным пляжным зонтом с ярко раскрашенными вставками, все парообразные, но держатся вместе. Встречает ли вас кто-нибудь? Я думала, что я была одна, но на расстоянии... Ох, свет, стремительно приближающийся ко мне. О, мой Боже! Что это? Дядя Чарли! Дядя Чарли! Я здесь! Почему именно эта личность первой пришла вас встречать? Дядя Чарли! Мне так не хватало тебя! Субъект не обращает внимания на вопрос. Дядя Чарли! Мне так не хватало тебя! Почему именно эта личность первой пришла вас встречать? Потому что из всех моих родственников я больше всего любила его. Он умер, когда я была ребенком, и я так и не смогла примириться с этим. Это было в прошлой жизни субъекта на ферме в Небраске. Как вы узнали, что это дядя Чарли? Вы его узнали по каким-то признакам? Субъект приходит от волнения в движении. Конечно! Он такой, каким я его запомнила. Веселый, добрый, милый. Он рядом со мной! Хихикает. Почему вы смеетесь? Дядя Чарли такой же толстый, как и раньше. И что же он дальше делает? Он улыбается и протягивает мне руку. Означает ли это, что у него есть что-то вроде тела? Ну, и да, и нет. Я плаваю, и он тоже в моем уме. Он показывает мне себя. И больше всего я осознаю его руку, которую он протягивает мне. Почему он таким как бы материальным образом протягивает вам свою руку? Ну, чтобы подбодрить меня, вести меня дальше к свету. И что же делаете вы? Я иду с ним. И мы думаем о том, как хорошо мы проводили время вместе, играя на ферме среди сена. И он дает вам возможность увидеть все это в вашем уме, чтобы вы узнали, кто он такой. Да. Каким я его знала в моей последней жизни. Чтобы я не боялась. Он знает, что я еще немного шокирована своей смертью. Субъект погибло внезапно в автомобильной аварии. Значит, сразу после смерти, неважно, опыт скольких смертей мы имели в других прошлых жизнях, мы можем испытывать некоторый страх, пока снова не привыкнем к духовному миру. Не совсем страх. Это неправильно. Скорее, я встревожена. Каждый раз у меня это бывает по-разному. Автомобильная авария застала меня врасплох, неподготовленной. Я все еще в некотором замешательстве. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Что сейчас делает дядя Чарли? Он ведет меня... в место, куда я должна пойти. На счет три. Давайте отправимся туда. Раз. Два. Три. Расскажите мне, что там происходит. Там вокруг другие люди, и они смотрят дружелюбно, как я приближаюсь. Кажется, они хотят, чтобы я присоединилась к ним. Продолжайте двигаться в том же направлении. Кажется ли вам, что они ожидают вас? Субъект узнает. Да. В действительности я понимаю, что была с ними раньше. Нет. Не уходи. Что происходит? Дядя Чарли уходит. Почему он уходит? Я приостанавливаю диалог, чтобы успокоить субъекта с помощью стандартных в такой ситуации методов. И затем мы продолжаем беседу. Обратитесь к своему внутреннему уму. Вы должны понять, почему дядя Чарли уходит сейчас. Да. Он живет в другом месте. Он просто пришел встретить меня и привезти меня сюда. Я думаю, что я понял. Задача дяди Чарли была первым встретить вас после вашей смерти и убедиться, что вы в порядке. И я бы хотел знать, чувствуете ли вы себя сейчас лучше, как если бы были дома. Да. И поэтому дядя Чарли оставил меня с другими. Любопытным явлением духовного мира является то, что люди, имевшие для нас значение в нашей жизни, всегда могут встречать и приветствовать нас, даже если они уже живут другой жизнью, воплотившись в новом теле. Я объясню это позже в главе 6. Затем, в главе 10, я проверю способность души разделять свою сущность таким образом, чтобы находиться сразу в нескольких телах одновременно на Земле. Обычно на этапе перехода души уменьшается физическое и ментальное бремя земного существования. И это происходит по двум причинам. Во-первых, тщательно организованный порядок и гармония в духовном мире возвращают воспоминания о том, где мы были до того, как выбрали жизнь в физической форме. Во-вторых, на нас поразительным образом влияет то, что мы видим людей, которых и не чаяли когда-либо еще увидеть после их смерти на Земле. Вот еще один случай. Доктор Ньютон, теперь, после того, как вы получили возможность примкнуть к тому, что вас окружает в духовном мире, расскажите мне, как влияет на вас это место. Субъект. Здесь так тепло и уютно. Я чувствую облегчение, оставив Землю. Я хочу остаться здесь навсегда. Здесь нет напряжения или беспокойства, только чувство полного комфорта. Я просто плаваю. Так прекрасно. Вы продолжаете плыть вперед. И какое следующее ваше главное впечатление с тех пор, как вы прошли через духовные врата? Чувствую, что все это знакомо. Что знакомо? Ну, люди, друзья. Все, кто здесь есть, я думаю. Вы видите людей, с которыми были знакомы на Земле? Я чувствую их присутствие. Тех, которых я знала. Хорошо. Продолжайте двигаться дальше. Что вы еще видите? Огни. Нежные. Что-то вроде облаков. Когда вы движетесь, остается ли этот свет, эти огни, такими же? Нет. Они растут. Шарообразные сгустки энергии. И я знаю, что это люди. Вы движетесь к ним или они к вам? Мы движемся друг к другу. Но я двигаюсь медленнее, чем они, потому что мне не ясно, что делать. Расслабьтесь и продолжайте плыть, рассказывая мне обо всем, что вы видите. Сейчас я вижу наполовину проявленные человеческие формы тела выше талии. Их очертания прозрачны. Я могу смотреть сквозь них. Видите ли вы какие-нибудь черты у этих форм? Глаза. Вы видите только глаза? Есть еще слабые очертания рта и ничего больше. Теперь вокруг меня глаза. Подходят ближе. Имеет ли каждое существо по два глаза? Да. Выглядят ли эти глаза так же, как у людей, с радужной оболочкой и зрачком? Нет. Иначе. Они большие, черные глазные яблоки, излучающие свет, направленные на меня. Мысль. Ох. Продолжайте. Я начинаю их узнавать. Они посылают образы моему уму, мысли о себе. И формы меняются в людей. Людей с человеческими физическими признаками. Да. Ой, посмотрите, это он. Что вы видите? Субъект начинает смеяться и плакать в одно и то же время. Я думаю, это... Да, это Лерри. Он впереди всех. Он первый, кого я действительно разглядела. Лерри, Лерри. Доктор Энн после того, как субъект оправилась от волнения. Душа Лерри находится впереди группы людей, которых вы знаете. Да. Теперь я знаю, что те, кого я хочу больше всего видеть, впереди. Некоторые мои друзья позади. Можете ли вы ясно видеть их всех? Нет. Те, кто сзади, как в тумане, в отдалении. Но я ощущаю их присутствие. Лерри впереди. Он подходит ко мне. Лерри. Лерри был вашим мужем, как вы мне раньше рассказывали, в вашей прошлой жизни. Да. Да, мы так хорошо жили вместе. Гюнтер был таким сильным. Все в его семье были против нашей женитьбы. Жан бросил морской флот, чтобы избавить меня от жалкого существования в Марселе. Всегда хотел меня... Что вы оба сейчас делаете? Субъект молчит. Субъект настолько погрузилась в сцену встречи со своей родственной душой, что из ее глаз потекли слезы ручьем. Я жду минуту и затем спрашиваю еще раз. Как те, кто мог бы сейчас наблюдать за вами с Лерри в духовном мире, восприняли бы вас? Они бы увидели два сгустка яркого света, вращающиеся вокруг друг друга. Я думаю. Субъект начинает успокаиваться, и я салфеткой помогаю ей вытереть слезы с лица. И что это означает? Мы обнимаемся, выражаем любовь, соединяясь. Это доставляет нам большую радость. После того, как вы встретили свою родственную душу, что происходит дальше? Субъект крепко схватилась за подлокотники кресла. Ой, они все здесь. До этого я только чувствовала их. Теперь их больше. Тех, кто подходит ко мне все ближе и ближе. И это началось после того, как ваш муж подошел к вам. Да, мама. Она подходит ко мне. Мне так ее не хватало. Ах, мама. Субъект опять начинает плакать. Хорошо. Ах, пожалуйста, не задавайте мне сейчас вопросы. Я хочу насладиться этим. Похоже на то, что субъект ведет тихий диалог со своей матерью и с своей прошлой жизни. Я жду минуту и продолжаю. Теперь я знаю, что вы наслаждаетесь этой встречей. Но мне нужно, чтобы вы помогли мне понять, что происходит. Мы... Мы просто держим друг друга. Так хорошо быть снова вместе с ней. Как вам удается держать друг друга без тел? Мы окружаем друг друга светом, конечно же. Расскажите мне, как это происходит у душ. Словно укутываешься ярким светлым покровом любви. Понимаю теперь. Субъект прерывает меня звонким смехом. Она кого-то узнала. Тим, это мой брат. Он умер таким молодым. Я уже знал, что в ее прошлой жизни он утонул, когда ему было 14 лет. Так замечательно видеть его здесь. Субъект машет рукой. И там моя лучшая подруга Уилма, с которой мы жили по соседству. Мы сейчас вместе смеемся над мальчишками, как мы это делали раньше, сидя на ее мансарде. После того, как субъект упомянула свою тетю и пару других друзей. Как вы думаете, почему именно в такой последовательности все эти люди один за другим приветствуют вас? Ну, мы так много значим друг для друга. Что может быть еще? И с некоторыми вы жили много жизней вместе, в то время как с другими, ну, возможно, одну или две. Да. Больше всего я была со своим мужем. Видите ли вы своего гида-проводника где-нибудь поблизости? Он здесь. Я вижу его отплывающим в сторону. Он также знает некоторых из моих друзей. Почему вы называете своего проводника он? Все мы предстаем в том образе, который хотим продемонстрировать. Он всегда предстает передо мной, как существо мужской природы. Это правильно и очень естественно. Наблюдает ли он за вами во всех ваших жизнях? Конечно. И здесь после смерти тоже. И он всегда мой защитник. Группа душ, которая должна нас встретить, уже ожидает, когда мы возвращаемся в духовный мир. Данный случай показывает, насколько вдохновляющей может быть встреча со знакомыми лицами для вновь прибывшей молодой души. Я пришел к выводу, что количество существ, приветствующих одну и ту же душу, различно после каждой ее жизни. Хотя масштаб группы варьируется в зависимости от особых потребностей души, я понял, что не бывает случайностей в том, что касается встречающих нас наших духовных компаньонов, точно знающих, когда нас ждать и где встречать по прибытии в духовный мир. Часто существо, которое имеет для нас особое значение, будет ждать немного впереди остальных, желающих быть рядом, когда мы проходим через входные врата. Число встречающих не только меняется после каждой жизни, но и существенно уменьшается до минимума, сводится почти на нет для более продвинутых душ, которые не столь сильно нуждаются в духовном утешении. Случай девятый, приведенный в конце этой главы, является примером такого рода духовного перехода. Случаи шестой и седьмой демонстрируют один из трех способов возвращения душ в духовный мир. Эти две души были встречены вскоре после смерти самым важным для них существом, в то время как другие души, имевшие меньшее влияние, находились поодаль. В случае седьмом субъект узнавал людей быстрее, чем в случае шестом. Когда мы сразу же после нашей смерти встречаемся с такими душами, собранными вместе, мы обнаруживаем, что в прошлых жизнях они были нашими супругами, родителями, родителями наших родителей, нашими возлюбленными, дядями и тетями, кузинами и нашими дорогими друзьями. Я был свидетелем нескольких совершенно душесчипательных эмоциональных сцен в сеансах с моими пациентами на данном этапе их перехода в духовный мир. Однако эмоциональные встречи, происходящие между душами на этой стадии духовного перехода, являются лишь прелюдией к нашему окончательному возвращению в особую группу существ, которые находятся на том же уровне зрелости, что и мы. Такие встречи являются еще одним эмоциональным всплеском для субъекта, находящегося в процессе сверхсознательного воспоминания. В том числе то, как формируются группы и проверяется совместимость душ друг с другом, будут описаны в последующих главах. На данный момент важно понять, что приветствующие нас существа могут не быть частью нашей особой учебной группы в духовном мире, потому что не все люди, которые были близки нам в наших прошлых жизнях, находятся на одном с нами уровне развития. То, что они решили встретить нас сразу же после нашей смерти, еще не означает, что они будут входить в состав нашей духовной учебной группы, когда мы прибудем на место нашего назначения в этом путешествии. Например, в случае шестом дядя Чарли был явно более продвинутой душой, чем мой субъект, и мог даже выполнять роль духовного проводника. Для меня было также очевидно, что одной из первоначальных задач души дяди Чарли было помочь субъекту шесть как ребенку в его только что закончившейся жизни. Он оставался ответственным за моего субъекта сразу же после ее смерти. В случае седьмом первым важным контактом был Лэри, истинно родственная душа, находящаяся на одном уровне с субъектом семь. Обратите также внимание на то, что в случае седьмом духовного проводника моего субъекта не было среди ее бывших родственников и друзей. Однако, когда происходила встреча, можно было заметить признаки того, что вся она управлялась этим духовным проводником, который сам в это время оставался в тени. Второй вариант встречи вновь прибывших душ — это спокойная, многозначительная встреча исключительно со своим духовным гидом-проводником, как в случае пятом. Случай восьмой иллюстрирует продолжение такого рода встречи. Кто и как нас встречает после смерти определяется особым стилем нашего духовного гида, а также свойствами нашего индивидуального характера. Я пришел к выводу, что продолжительность этой первой встречи с нашим гидом меняется после каждой нашей жизни, и это зависит от обстоятельств прошедшей жизни. Случай восьмой показывает степень близости людей с их духовными гидами-проводниками. У многих гидов довольно странные и звучные имена, в то время как другие имеют довольно обычные. Я нахожу интересным то, что устаревшее религиозное выражение «ангел-хранитель» используется теперь в метафизическом смысле, указывая на симпатизирующий нам дух. По правде говоря, когда-то я плохо относился к этому выражению или понятию, считая его отголоском устаревшей мифологии, которая выдает желаемое за действительное и противоречит современному миру. В настоящее время я отказался от такого отношения к понятию «ангелов-хранителей». Мне неоднократно говорили, что душа сама по себе является андрогинной, двуполой, и в том же духе высказывались мои пациенты, сообщая, что пол является немаловажным фактором. Я узнал, что все души могут и на самом деле принимают попеременно то мужской, то женский ментальный облик по отношению к тем или иным существам, как различные личностные формы. Случаи шестой и седьмой показывают важность того факта, что вновь прибывшая душа видит знакомые лица, имеющие соответствующий пол. То же самое прослеживается и в следующем случае. Я выбрал случай восьмой, еще и для того, чтобы показать, как и почему души решают предстать перед остальными в духовном мире в человеческой форме. Случай восьмой Доктор Ньютон, вы только что начали действительно покидать астральный план Земли и продвигаетесь все дальше и дальше в духовный мир. Я хочу, чтобы вы рассказали мне, что вы чувствуете. Субъект. Тишина. Так спокойно. Встречает ли вас кто-нибудь? Да, это моя подруга Рэйчел. Она всегда встречает меня, когда я умираю. Является ли Рэйчел родственной душой, которую вы знали в прошлых жизнях? Или она из тех, кто всегда находится здесь? Субъект несколько возмущен. Она не всегда остается здесь. Нет, она часто бывает со мной, в моем уме, когда я нуждаюсь в ней. Она – мой собственный защитник. Примечание. Качество гидов-проводников, которые отличают их от родственных душ и от других существ, оказывающих поддержку, будут рассмотрены в главе восьмой. Почему вы говорите об этом существе, как о ней? Не считается ли, что духи без полы? Это так, если быть точным. Потому что мы обладаем качествами обоих полов. Рэйчел хочет, чтобы я зрительно воспринимал ее в женском облике. Это также и вопрос ментального распознавания в ее случае. Обусловлены ли вы мужскими или женскими качествами во время вашего духовного существования? Нет, как у душ, у нас бывают периоды, когда мы склоняемся к одному полу больше, чем к другому. В конечном итоге восстанавливается нормальное, естественное предпочтение. Не могли бы вы описать, как вы действительно видите сейчас душу Рэйчел? Молодая женщина, такая, как я и запомнил ее. Маленькая, с изящными чертами, решительное выражение лица, так много знания и любви. Вы знали Рэйчел на земле? Когда-то давно, но в одной моей жизни мы находились в близких отношениях. Теперь она мой защитник, попечитель. И что вы чувствуете, когда смотрите на нее? Спокойствие, безмятежность, любовь. Смотрите ли вы с Рэйчел друг другу в глаза, как это делают люди? Ну, что-то вроде этого. Но иначе. Вы видите ум позади того, что мы воспринимаем как глаза. Потому что это то, к чему мы обращаемся на земле. Конечно, мы можем смотреть друг на друга, так же, как это делают люди на земле. Что из того, что вы на земле воспринимаете своими глазами, может быть воспринято и в духовном мире? Когда вы смотрите в глаза определенного человека на земле, даже если вы только что познакомились с ним, и видите свет, который вы знали раньше, ну, это что-то говорит вам об этом человеке. Как человек, вы не знаете, что это и почему, но ваша душа помнит. Примечание. От многих пациентов я слышал об отражении света духовной личности в глазах близкого им человека, родственной души. Что касается меня, то я помню, как испытал подобное мгновенное узнавание только раз в своей жизни, «Когда я впервые увидел мою будущую жену». Поразительное и одновременно пугающее ощущение. То есть вы говорите, что иногда, когда два человека на земле смотрят друг на друга, им может показаться, что они знали друг друга раньше. Да, это то, что называется дежавю, словно это уже было когда-то. Давайте вернемся к Рэйчелл в духовном мире. Если ваш попечитель не спроецировала бы для вас свой образ в человеческой форме, то смогли бы вы все равно узнать ее. Ну, естественно, мы всегда можем идентифицировать друг друга с помощью ума, но визуально лучше. Я знаю, что это звучит безумно, но это социальная вещь. Это действует успокаивающе, когда вы видите знакомое лицо. В таком случае, видеть человеческие черты тех, кого вы знали в прошлых жизнях, это хорошо, особенно в период очередной адаптации после оставления земли. Да, иначе вначале вы чувствуете себя немного потеряно, одиноко и, возможно, сбитым с толку. Когда же я вижу людей такими, какими они были, я быстрее привыкаюсь здесь ко всему, когда возвращаюсь сюда. А видеть Рэйчелл – это для меня всегда большая поддержка. Является ли Рэйчелл вам в человеческой форме сразу после вашей смерти на Земле для того, чтобы помочь вам снова адаптироваться в духовном мире? О, да, это так. И она дает мне защиту. Я чувствую себя лучше, когда вижу также и других, кого я знал раньше. И вы говорили с этими людьми? Никто не говорит. Мы общаемся через ум. Телепатически? Да. Есть ли у душ возможность иметь частные беседы, которые не могут быть телепатически подслушаны другими? В случае близких отношений – да. Как это делается? Через прикосновение. Это называется общением через прикосновение. Примечание. Когда два существа в духовном мире подходят так близко друг к другу, что практически соединяются, они, как говорят мои субъекты, могут посылать сокровенные мысли с помощью прикосновений, которыми они обмениваются, как электрическими звуковыми импульсами. В большинстве случаев субъекты, находясь в состоянии гипноза, не желают рассказывать мне об этих личных беседах. Разъясните, каким образом вы, как душа, можете спроецировать человеческие черты? Из моей массы энергии. Я просто думаю о чертах, которые я хочу иметь. Но я не могу рассказать вам, откуда берется у меня способность проделывать это. Хорошо. Тогда, может быть, вы мне расскажете, почему вы и другие души проецируются в определенные образы в разное время. Это зависит от того, где вы оказались, перемещаясь здесь, когда увидели другого, и от вашего состояния ума. Это то, что я хочу понять. Расскажите мне больше о том, как вы узнаете друг друга. Понимаете, узнавание зависит от чувств личностей, когда вы встречаете их здесь. Они покажут вам, что они хотят, чтобы вы увидели в них. И то, что вы, на их взгляд, хотите увидеть. Это также зависит от обстоятельств в вашей встрече с ними. Можете ли вы рассказать поконкретней, как различные обстоятельства могут стать причиной того, что формы энергии материализуются тем или иным определенным образом по отношению к другим душам. Важно, находитесь ли вы на их территории или на своей. Они могут решить показать вам один набор характеристик в одном месте, в то время, как в другом месте вы можете увидеть что-то еще. Примечание. Что такое духовная территория будет объяснено в ходе дальнейшего нашего путешествия по духовному миру. Имеете ли вы в виду, что душа может показать вам у входа в духовный мир одно лицо, а в другой ситуации другое? Да. Почему? Как я уже рассказывал вам, то, как мы представляем себя друг другу, зависит от того, что мы чувствуем в тот момент. Какие у нас отношения с определенной личностью и где мы находимся? Правильно ли я понял? Личные особенности, которые души проецируют друг для друга, зависят от времени и места в духовном мире, а также от настроения и, возможно, психологического состояния ума в момент встречи. Именно. И это работает в обоих направлениях. Это взаимосвязано. Тогда как при таких изменениях в образах мы можем узнать истинную природу сознания души? Субъект смеется. Образ, который вы проецируете, никогда не скрывает от остальных, кто вы есть на самом деле. В любом случае, это не сопровождается такими же эмоциями, как на Земле. Здесь это более абстрактно. Причина, по которой мы проецируем определенные черты и мысли, заключается в том, что мы подтверждаем идеи. Идеи? Вы имеете в виду ваши чувства в этот момент? Да, своего рода. Потому что эти человеческие черты были частью наших физических жизней в различных местах, когда мы открывали что-то и развивали идеи. Все это является для нас здесь продолжением начатого. Но если в своих разных прошлых жизнях у нас были разные лица, которые из них мы имеем между жизнями, мы их перемешиваем, вы принимаете те черты, по которым человек, которого вы видите, лучше всего узнает вас, в зависимости от того, что вы хотите сообщить. Можно ли общаться без проецирования черта особенностей? Конечно, мы делаем так, это нормально, но ментально я быстрее общаюсь с людьми, имеющими черты. Предпочитаете ли вы проецировать какие-то определенные черты лица? Ну, мне нравится лицо с усами, с твердой челюстью. Вы имеете в виду Джеффа Теннера, ковбоя из Техаса, которым вы были в той вашей жизни, о которой мы уже говорили? Субъект смеется. Именно так. И в других жизнях у меня было такое же лицо, как у Джеффа. Но почему Джефф? Было ли это лишь потому, что вы были им в своей прошлой жизни? Нет, я хорошо себя чувствовал в качестве Джеффа. Это была счастливая, ничем не осложненная жизнь. Черт побери, я выглядел великолепно! Мое лицо напоминало лицо красавца на тех счетах с рекламой сигарет, которые мы привыкли видеть вдоль шоссе. Мне нравится демонстрировать мои шикарные изогнутые усы, которые я имел, когда был Джеффом. Но это была только одна жизнь. Люди, которых не было в той вашей жизни, могут не узнать вас здесь. Но они достаточно быстро могут понять, что это я. Я могу измениться и показать что-нибудь еще, но сейчас я больше всего нравлюсь себе как Джефф. Итак, мы возвращаемся к тому, что, как вы говорили, все мы в действительности имеем лишь одну индивидуальную сущность, несмотря на множество различных образов и черт лица, которые мы можем проецировать как души. Да, вы каждого видите тем, кем он в действительности является. Единственное, некоторые хотят показать свою лучшую сторону, заботясь о впечатлении, которые они производят на вас. Они не совсем понимают, что важно то, к чему вы стремитесь, а не то, как вы выглядите. Мы от души смеемся над тем, что некоторые души пытаются выглядеть так, как по их мнению им следует выглядеть. Они даже принимают лица, которых у них никогда и не было на земле. Мы говорим сейчас о довольно незрелых душах. Да, как правило, они могут какое-то время упорствовать в этом. Мы не судим. В конце концов, они приходят в норму. Я полагал, что духовный мир это место, где царит высшее, всезнающее, разумное сознание. Но, судя по вашим словам, люди, души могут проявлять тщеславие и пребывать в таком умонастроении, словно они на земле. Субъект расхохотался. Люди, есть люди, независимо от того, как они выглядят в своих физических мирах. О, вы видели души, которые отправлялись не на землю, а на другие планеты? Иногда. Какие черты показывают вам души с других планет? Я как бы больше держусь людей, но мы можем принять по своему желанию любые черты для общения. Примечание. Получение информации о важных жизнях субъектов в других физических мирах и в других неземных формах, которые они могли бы вспомнить, весьма проблематично. В ограниченный круг тех, кто может вспомнить этот опыт, обычно входят более подвинутые души, как мы увидим позже. Является ли эта способность душ проецировать друг для друга свои специфические черты особым даром, которым снабдил нас Творец и который имеет в своей основе духовную потребность. Мне это неизвестно. Я не Бог. Идея о том, что души в духовном мире могут ошибаться и заблуждаться, некоторым представляется странной. Высказывания и утверждения субъекта 8 и всех других моих пациентов указывают на то, что большинство из нас далеки от совершенства в духовном мире. Важнейшей целью реинкарнации является самосовершенствование. Психологические особенности и варианты развития души, как в духовном мире, так и за его пределами, это то, что составляет основу моей работы. Мы увидели, насколько важно то, что души встречаются с другими существами, вступая в духовный мир. Помимо описания воссоединения душ с их гидами-проводниками и другими знакомыми им существами, я также упомянул о третьей форме возвращения в духовный мир после смерти. Этот вариант, когда душу вообще никто не встречает, мог бы привести в замешательство неопытную душу. Хотя это происходит с меньшинством моих пациентов, мне все-таки немного жаль этих субъектов, описывающих, как их влекут невидимые силы, совершенно одних, без какого-либо сопровождения к их конечному месту назначения, где они наконец вступают в контакт с другими. Это как если бы вы прилетели в чужую страну, где вы когда-то раньше были, но нет ни камер хранения, ни какого-либо справочного бюро, ни какой-либо подсказки, позволяющей сориентироваться. Больше всего меня беспокоит в этом варианте возвращения то, что отсутствуют всякие признаки акклиматизации вновь прибывшей души. Те души, которые используют возможность перемещаться в духовном мире в одиночку, не разделяют моих опасений по поводу возможных переживаний души, оказавшейся одной после физической смерти. В действительности люди этой категории являются опытными путешественниками. Кажется, что они, как более старые и зрелые души, не нуждаются в системе первичной помощи и поддержки. Они хорошо знают, куда они отправляются после смерти. Я подозреваю, что для них также ускорен и сам процесс, потому что им удается быстрее добраться туда, откуда они родом, чем душам, которых встречают. В случае девятом пациент воплощался очень много раз, тысячи лет, примерно уже восемь жизней, не считая текущую, его больше никто не встречает у духовных врат. Случай девятый Доктор Ньютон, что происходит с вами в момент смерти? Я испытываю чувство большого облегчения и быстро удаляюсь от земли. Как бы вы охарактеризовали свое перемещение из земли в духовный мир? Я вспыхиваю, как столб света, и я уже в пути. всегда ли это происходило с вами таким образом? Нет, только после ряда последних моих жизней. Почему так происходит? Я знаю дорогу, мне нет необходимости кого-либо видеть, я спешу. И вас не беспокоит то, что вас никто не встречает? Субъект смеется. Когда-то мне это помогало, но больше мне не требуются такого рода вещи. Чье это было решение дать вам возможность вступать в духовный мир без поддержки и сопровождения? Субъект пожимает плечами. Это было обоюдное решение моего и моего учителя, когда я понял, что могу сам справляться. И вы совсем не чувствуете себя сейчас потерянным или одиноким. Вы шутите? Мне больше не нужно, чтобы кто-то держал меня за руку. Я знаю, куда я иду и очень хочу туда попасть. Меня притягивает словно магнитом, и я наслаждаюсь этим быстрым перемещением. Объясните мне, как работает этот механизм притяжения, который позволяет вам попасть в место своего назначения? Я перемещаюсь по волне, на луче света. Является ли этот луч электромагнитным? Ну, это подобно радиоволне. Кто-то подбирает подходящую мне частоту. Хотите ли вы сказать, что вас ведет невидимая сила, и что вы не можете произвольно контролировать это, например, ускорить что-либо, как вы могли это сделать в момент смерти? Да, я должен следовать в соответствии с волновым диапазоном световых частиц. Волны имеют направление, и я плыву вместе с ними. Это просто. Они все сами делают это для вас. Кто делает это для вас? Те, кто контролирует, управляя всем. Я точно не знаю. Значит, вы не контролируете и не ответственны за определение направления своего движения. Мой ум настроен на волну движения. Я плыву в резонансе. В резонансе? Вы слышите звуки? Да, волновой луч вибрирует. Я нахожусь внутри него. Давайте вернемся к вашему высказыванию о радио. Влияют ли на ваше духовное путешествие вибрационные частоты, высокое, среднее и низкое качество резонанса? Субъект смеется. Это неплохо, да. Я на правильном пути, словно вижу маяк, звуковой и световой, и он является частью моей собственной тональности, моей частоты. Я не уверен, что я понял, как свет и вибрация комбинируют в диапазоне частот, определяющем направление вашего движения. Представьте гигантский камертон внутри мигающего света, стробоскопа. О, значит, там есть энергия. У нас есть энергия внутри энергетического поля. Поэтому это не просто линии, по которым мы перемещаемся. Мы производим энергию сами. Мы можем использовать эти силы в зависимости от нашего опыта. Значит, уровень вашей зрелости дает вам некоторый элемент контроля в отношении скорости и направления движения. Да, но не в начале. Позже, после того, как я уже устроюсь там, у меня появляется больше возможности перемещаться самостоятельно. А сейчас меня уносит, и я должен устремиться вперед вместе с этим. Хорошо. останьтесь с этим и опишите мне, что происходит с вами дальше. Я перемещаюсь один, направляясь к своему родному месту, с которым я связан. В состоянии гипноза аналитический самосознающий ум работает в тесном союзе с подсознательным умом, чтобы отвечать на послания, адресованные нашей глубинной памяти, и получать их. Субъект 9 является инженером-электриком, и поэтому он использует технический язык, чтобы выразить свои духовные ощущения. Я поощрял склонность этого пациента объяснять свои мысли о путешествии души с помощью технических терминов и выражений, но не навязывал ему этого своими намеками и предположениями. Все субъекты приходят со своими специфическими знаниями, что откладывает определенный отпечаток на их ответы на вопросы о духовном мире. Субъект 9 использовал знания физических законов, чтобы описать движение, в то время как другой человек мог бы сказать, что души, двигаясь в этом направлении, перемещаются в вакууме. Прежде чем проследить дальнейшее продвижение души в духовном мире, я хочу рассмотреть судьбу тех существ, которые либо еще не осуществили этот переход после физической смерти, либо должны будут отказаться от обычного маршрута. Глава четвертая Отклонившиеся души Есть такие души, которые были настолько серьезно повреждены, что отделились, отклонились от основного маршрута, которым следуют души, возвращающиеся к своему духовному истоку. По сравнению с общим количеством возвращающихся существ, число таких аномальных душ не очень велико. Однако то, что случилось с ними на земле, весьма существенно, поскольку они серьезно повлияли на другие воплощенные души. Имеется два типа отклонившихся душ. души, которые не принимают тот факт, что их физическое тело умерло и сопротивляются возвращению в духовный мир по причине личных душевных переживаний и тоски. И души, которые, будучи в человеческом теле, пострадали из-за криминальных действий или сами участвовали в них. В первом случае душа сама выбирает отклонение, тогда как во втором случае духовные гиды сознательно смещают эти души, отстраняя их от дальнейшего общения с другими существами на неопределенный период времени. И в том, и в другом случае гиды этих душ глубоко озабочены их реабилитацией и исправлением, но поскольку ситуации каждого типа отклонившихся душ довольно различны, я рассмотрю их по отдельности. Первый тип мы называем призраками. Эти духи отказываются возвращаться домой после физической смерти и часто неприятно воздействуют на тех из нас, которые хотели бы спокойно завершить свою человеческую жизнь. Эти отклонившиеся души иногда ошибочно называются демоническими духами. Их обвиняют в том, что они вторгаются в умы людей с губительной целью. Негативные духи стали предметом серьезных исследований в области парапсихологии. К сожалению, эта область духовности также привлекает бессовестных духов, связанных с оккультизмом, которые паразитируют на эмоциях восприимчивых людей. Беспокойные духи это незрелые существа, которые не закончили свои дела в прошлой жизни на земле. Они могут не иметь никакого отношения к живущим людям, на которых они воздействуют разрушительно. Это верно, что некоторые люди являются удобным и восприимчивым посредническим каналом для негативных духов, которые желают выразить свой ворчливый, раздражительный характер. Это означает, что кто-нибудь, находящийся в глубоком состоянии медитативного сознания, может случайно подхватить досадный обращик информации от развоплощенных существ, чьи формы общения могут варьироваться от пустяковых контактов до провокационных. Эти неустроенные души не являются духовными гидами. Истинные гиды являются целителями и не досаждают саркастическими посланиями. Как правило, эти назойливые духи привязаны к определенному географическому месту. Исследователи, которые специализируются на явлении призраков, указывают на то, что эти обеспокоенные существа локализуются в пространстве между низшими астральными планами Земли и духовным миром. Согласно моим собственным исследованиям, на мой взгляд, эти души не являются ни потерянными в космосе, ни демоническими. Они решили после своей физической смерти остаться в пределах земного плана на период, длительность которого они сами определяют в силу высокой степени неудовлетворенности. По моему мнению, они представляют собой поврежденные души, потому что они демонстрируют растерянность, отчаяние и даже враждебность до такой степени, что не желают вступать в контакт со своими гидами. Мы знаем, что негативное, отклонившееся существо можно вразумить и укоротить различными способами, такими, как, например, экзорцизм, чтобы воспрепятствовать их вторжению в жизнь человеческих существ. Одержимых духов можно убедить уйти и в конечном итоге вернуться должным образом в духовный мир. Если существует духовный мир, подчиненный определенному порядку, имеющий духовных гидов, которые заботятся о нас, как может быть допущено существование неустроенных душ, которые изливают негативную энергию на воплощенные существа? Одно из объяснений это то, что мы все-таки имеем свободу воли, даже в смерти. Другая причина может быть в том, что поскольку мы переживаем столько потрясений в нашей физической вселенной, то следует ожидать и духовных нарушений и отклонений в процессе исхода душ. Развоплощенные несчастные души, которые попали в ловушку собственных заблуждений, возможно, являются частью более глобального плана замысла. Когда эти души будут готовы, их возьмут за руку и уведут прочь из астрального плана Земли и сопроводят в их исконное место в духовном мире. Теперь я обращусь ко второму, более массовому типу беспокойных душ. Это те души, которые были вовлечены в преступные действия. Нам следует сначала разобраться, считается ли душа виновной или невиновной, когда она имеет отношение к преступному уму. Кто ответственен, ум души или человеческое эго, или они представляют собой одно и то же? может случиться так, что пациент скажет мне, я чувствую, что одержим некой внутренней силой, которая велит мне делать плохие вещи. Существуют ментально больные люди, которыми движут противоборствующие силы добра и зла, которые, как они считают, они не в состоянии контролировать. После многолетней работы с сверхсознательным умом людей, находящихся под гипнозом, я пришел к заключению, что человеческие существа, владеющие пятью типами чувств, могут негативно воздействовать на душу. Мы выражаем наше вечное я через основные биологические потребности и различные активизирующие их обстоятельства окружающей среды, которые являются временными по отношению к воплощенной душе. Хотя не существует некоего скрытого дурного я внутри нашей человеческой формы, некоторые души не полностью ассимилировались. Люди, которые не находятся в гармонии со своим телом, чувствуют определенную отчужденность от проявлений своей личности в жизни. Это положение не освобождает души от необходимости делать все возможное, чтобы не вовлечься в акты злой воли на земле. Мы видим это в работе человеческой совести. Важно, чтобы мы различали, что оказывает негативное воздействие на наш ум, а что нет. Слышим и нами внутренний голос, который может предложить нанести ущерб себе или кому-то еще, не является ни демонически духовным существом, присутствием чего-то чуждого нам, ни злобным и предательским гидом. Негативные силы исходят из нас самих. Разрушительные импульсы эмоциональных расстройств, если их игнорировать, препятствуют развитию души. Те, кто прошли в своей жизни через личную травму, так и не исцелив ее, носят в себе семена своего собственного разрушения. Эта тоска воздействует на нашу душу таким образом, что мы перестаем воспринимать себя как целостное существо. Например, дурные пристрастия, которые возникают как следствие какой-то личной травмы, боли, препятствуют здоровым проявлениям души и могут даже держать ее в плену у тела. Не означает ли высокий уровень насилия в современном мире, что сейчас на земле возросло по сравнению с прошлым число душ, которые идут неверным путем. Помимо всего прочего, проблема перенаселенности и широкое распространение наркотиков и других химических средств изменения состояния сознания подтверждают это умозаключение. С другой стороны, во всем мире возрастает уровень сознания по отношению к человеческим страданиям. Мои субъекты рассказывают мне, что во все эпохи кровавой истории Земли имелось большое количество душ, неспособных сопротивляться и успешно противостоять человеческой жестокости. Определенные души, чьи тела имеют генетическую предрасположенность к ненормальной химии мозга, оказываются в особенно рискованном положении, если попадают в неблагоприятную среду. Мы можем наблюдать, как дети, серьезно травмированные в условиях физической и эмоциональной жестокости, с которой они сталкиваются в своих семьях, став взрослыми, совершают преднамеренные акты жестокости без малейшего чувства сожаления. Поскольку души не созданы совершенными, их природа может быть загрязнена в условиях развития таких форм жизни. Если наши проступки особенно серьезны, мы называем их злом. Мои субъекты говорят мне, что ни одна душа изначально не является злой, хотя она может приобрести такой ярлык в человеческой жизни. Патологическое зло в человеческих существах характеризуется чувством личного бессилия и слабости, которое стимулируется беспомощными жертвами. Хотя души, которые оказываются участниками действительно жестоких действий, должны в основном считаться находящимися на низком уровне развития, незрелость души не означает, что она автоматически привлекает или провоцирует жестокое поведение поврежденных человеческих существ. Эволюция душ включает в себя переход от несовершенства к совершенству, и это в своей основе процесс преодоления многочисленных телесных проблем по ходу их жизни, ориентированной на выполнение задач. Души могут также иметь предрасположенность к выбору таких условий существования, когда они систематически избегают хорошей правильной деятельности или деградируют. Таким образом, души могут повредить свою личность плохим выбором, неправильными жизненными решениями. Однако, все души должны будут отчитываться за свое поведение в телах, которые они занимают. В следующей главе мы увидим, как душам предоставляется возможность вместе со своим духовным гидом просмотреть свою прошедшую жизнь до того, как они направятся в сообщество своих духовных друзей. Но что случается с душами, которые, используя свое тело, причиняли неимоверные страдания другим людям? Если душа не способна исправить или изменить свои чрезвычайно извращенные человеческие потребности в принадлежащем ей теле, то как она сможет отчитываться после жизни? Здесь традиционно возникает вопрос о попадании в рай или в ад за хорошие или плохие дела, потому что необходимость отчитываться долгое время являлась составной частью наших религиозных обязанностей. на стене моего офиса висит репродукция картины из древнеегипетской книги мертвых «Сцена суда», на которой изображен мифологический ритуал смерти, имевший место более 7000 лет назад. Древние египтяне культивировали идею смерти из-за гробного существования, потому что в их космическом пантеоне смерть объясняла жизнь. На картине виден только что умерший человек, попавший в место, расположенное между землей и царством мертвых. Он стоит рядом с весами, и сейчас его будут судить за его прошлые дела на земле. Заправляет всей церемонией бог Анубис, который тщательно взвешивает сердце человека на одной чаши весов и страусиное перо истины на другой. Сердце, а не голова, представляло воплощение совести души человека для древних египтян. Это напряженный момент. Здесь же чудовище с головой крокодила и с раскрытой пастью, готовое поглотить сердце человека, если его дурные дела превысят то хорошее, что он сделал в жизни. В таком случае существованию этой души придет конец. Некоторые мои пациенты высказывали свое мнение на этот счет. Метафизически настроенные люди склонны утверждать, что никому не отказывается в том, чтобы войти в духовное царство после жизни независимо от того, насколько неблагоприятным оказался перевес плохих поступков человека в прошлой жизни. Верно ли это убеждение? Всем ли душам дается одинаковая возможность вернуться назад в духовный мир безотносительно деяний, совершенных ими в физическом теле? Отвечая на этот вопрос, я должен сначала упомянуть о том, что очень многие в обществе убеждены, что разные души идут в разные места. Современная теология больше не акцентирует внимание на идеи адского пламени и серы для грешников. Однако многие религиозные секты указывают на духовное сосуществование двух ментальных сфер или состояний добра и зла. Что касается плохих душ, то имеется древнее философское высказывание, указывающее на возможность отчуждения от божественной сущности как средство наказания после смерти. Тибетская книга мертвых, источник религиозных убеждений на тысячи лет более древней, чем Библия, описывает состояние сознания между жизнями Бордо как время, когда зло, которое мы совершили, проецирует нас в духовную изоляцию. Если люди на Востоке верили в особое место для грешников, то не является ли эта идея подобной идеи Чистилища на Западе. Ранняя христианская доктрина определяла Чистилище как переходное состояние временной ссылки за незначительные греховные деяния против человечества. Христианское Чистилище представляет собой место искупления, изоляции и страданий. В конечном итоге, после того, как вся негативная карма устранена, этим душам открывается доступ на небеса. С другой стороны, души, содеявшие смертные грехи, ввергаются в ад навеки вечные. Существует ли ад, навсегда отделяющий хорошие души от плохих? Вся моя практическая работа с душами моих субъектов убедила меня в том, что не существует места ужасных страданий для душ. Разве что таким местом является сама земля. Мне рассказывали, что все души после смерти отправляются в духовный мир, где с ними обращаются с великим терпением и любовью. Однако я узнал, что определенные души действительно изолируются в духовном мире, и это происходит в период их предварительной ориентации под руководством духовных гидов. Они не проходят тот же путь активации, что остальные души. Те из моих субъектов, кто были слишком слабыми, чтобы преодолеть человеческий соблазн, причинить вред другим, вернувшись в духовный мир, отправлялись в ссылку. Эти души не смешивались, как это обычно происходит, с другими существами довольно продолжительное время. Я заметил, что те начинающие души, которые на протяжении ряда своих первых жизней на земле пристрастились к негативной человеческой деятельности, также должны претерпеть индивидуальную духовную изоляцию. В конечном итоге их возвращают в их изначальную духовную группу, чтобы закрепить и углубить процесс обучения под бдительным контролем старших. Это не наказание, а скорее своего рода чистилище, которое предназначено для перестройки или реконструирования самосознания этих душ. Поскольку проступки могут совершаться на земле в столь многих формах, духовные наставления и тип изоляции различны для каждой души. Варианты подбираются и устанавливаются во время предварительной ориентации после каждой жизни души. Время уединения и перевоспитания также может варьироваться. У меня были, например, сообщения о неустроенных или отклонившихся душах, которые вернулись на землю непосредственно после периода изоляции, с целью реабилитировать себя как можно быстрее хорошими поступками. Ниже приводится рассказ одного субъекта, который был знаком с одной такой душой. Случай десятый. Доктор Ньютон, ответственны ли души за проступки, совершенные в человеческом теле, которые причинили вред и зло окружавшим их людям. Субъект. Да, особенно те, кто в своей жизни несправедлив и жестоко обращался с людьми. Я знаю одну такую душу. Что вы знаете об этой душе? Что произошло, когда она вернулась в духовный мир после такой жизни? Он причинил боль девушки ужасно и не воссоединился с нашей группой. Ему пришлось пройти всестороннюю обработку, потому что он совершил гнусные поступки, находясь в теле. Какова была мера наказания? Наказание это неправильное определение. Скорее регенерация, обновление. Необходимо признать, что это зависит от вашего учителя. Учителя более строгий с теми душами, которые вовлекаются в акты жестокости. Что в духовном мире для вас означает выражение «более строгий»? Ну, мой друг не вернулся к нам, к своим друзьям, после этой печальной жизни, где он причинил боль девушке. Вернулся ли он после смерти в духовный мир через те же врата, что и другие души. Да, но он не встретил никого. Он прямиком направился в место, где находился один на один со своим учителем. И что же потом с ним произошло? Через некоторое время, не очень продолжительное, он снова вернулся на землю, как женщина, туда, где люди были жестоки, физически грубы. Это был сознательный выбор, моему другу нужно было пережить это. Думаете ли вы, что эта душа обвиняла человеческий ум своего прошлого физического тела за оскорбительное обращение с девушкой? Нет, он принял то, что он сделал, на свой счет. Он обвинял себя за неумение преодолеть человеческие недостатки, слабости. Он захотел в следующей жизни стать женщиной, которая подвергнется насилию, чтобы получить понимание, чтобы оценить тот урон, который он нанес той девушке. Если бы этот ваш друг так и не понял бы урок и продолжил бы водиться с людьми, которые совершают порочные действия, могли бы его уничтожить как душу в духовном мире. Нельзя полностью уничтожить энергию, но она может быть переработана. Негативность, с которой не удается справиться во многих жизнях, может быть исправлена. Как? Не путем разрушения, а перестройки. Субъект 10 больше не отвечал на такого рода вопросы. И другие субъекты, которые что-то знают об этих поврежденных душах, тоже имеют довольно скудную информацию. Позже мы узнаем немного больше о формировании и реставрации разумной энергии. Большинство сбившихся с пути душ в состоянии решить проблемы своего собственного загрязнения. Цена, которую мы платим за наши проступки и вознаграждение, которое мы получаем за хорошее поведение, вращаются вокруг законов кармы. преступники, причиняющие вред другим людям, должны будут расплачиваться тем, что выступят в качестве будущих жертв в кармическом цикле воздаяния. В Пхагавадгите, другом древнем восточном писании, выдержавшем испытания многих тысяч лет, имеется стих, в котором сказано «Души, попавшие под дурное влияние, должны путем искупления восстановить свою утраченную добродетель». Ни одно исследование жизни после смерти не имело бы никакого смысла без выяснения того, какое отношение имеет карма к причинно-следственной связи и справедливому воздаянию для всех душ. Сама по себе карма не означает хорошие или плохие поступки. Скорее, это результат чьих-то позитивных и негативных действий в жизни. Утверждение о том, что в нашей жизни не бывает случайностей, не означает, что карма сама себя приводит в действие. Она продвинет нас вперед, преподнося нам уроки. Наша будущая судьба определяется нашим прошлым, которое мы не можем просто так отбросить, особенно, если мы причинили вред другим людям. Ключом к дальнейшему развитию является понимание, что нам дана способность вносить поправки в нашу жизнь, а также мужество, чтобы совершить необходимые изменения, когда мы делаем что-то, что не идет нам на пользу. Благодаря тому, что мы, преодолевая страх, идем на риск, наша карма корректируется в соответствии с последствиями наших новых решений. В конце каждой жизни нас не встречает страшный монстр, желающий поглотить наши души, а мы сами становимся своими самыми суровыми критиками и судьями перед лицом наших гидов-учителей. Вот почему карма и справедлива и милосердна. С помощью наших духовных советников и соратников мы даем справедливую оценку своего поведения. Некоторые люди, которые верят в реинкарнацию, полагают, что если негативно настроенные души не извлекают никаких уроков в течение определенного количества жизней, они будут уничтожены и заменены более доброжелательными душами. Мои субъекты отрицают это предположение. Не существует заранее разработанного и установленного для всех душ пути или способа самопознания. Как выразился один мой субъект, души командируются на землю на время войны. Это означает, что душам дано время и возможность совершить изменения, необходимые для их развития. Души, которые продолжают негативно проявлять себя через свое человеческое тело, должны пытаться преодолевать эти трудности, постоянно предпринимая попытки изменить положение дел. Судя по тому свидетелем, чего я был, душа, которая готова работать на протяжении многих жизней на этой планете, в конце концов освобождается от негативной кармы. Остается открытым вопрос о том, должна ли душа считаться виновной полностью за неразумные, антиобщественные и разрушительные деяния человечества. Души должны научиться справляться тем или иным образом с каждой своей человеческой формой, приписанной им. Неизменная личностная сущность души придает определенный характерный отпечаток человеческому уму, который присущ именно этой душе. Однако я заметил странную, двойственную природу отношений между умом души и человеческим умом. Я буду рассматривать этот вопрос в последующих главах, после того, как читатель побольше узнает о жизни души в духовном мире. Глава пятая Ориентирующая настройка души После того, как встретившие нас души расходятся, мы готовы к тому, чтобы отправиться в пространство, где будет совершаться исцеление. Далее мы направляемся туда, где происходит переориентация или настройка души на духовную среду. Чаще всего здесь нас проверяют наши гиды учителя. Я склонен называть все описываемые духовные зоны просто местами или пространствами для удобства, потому что мы имеем дело с не физической вселенной. Сходство в описаниях этих двух мест, которые давали различные пациенты, просто поразительно, хотя они по-разному называли их, например, комната, вагончик, перевалочная зона, но чаще всего место исцеления. Я представляю себе такую целительскую зону, как полевой госпиталь для поврежденных душ, возвращающихся с полей сражения Земли. В качестве рассказчика я выбрал довольно продвинутого субъекта, который проходил через этот восстановительный процесс много раз. Случай одиннадцатый. Доктор Ньютон, после того, как вы расстаетесь с друзьями, встречающими вас после вашей смерти, куда дальше направляется ваша душа в духовном мире? Субъект. Какое-то время я один. Я преодолеваю большие расстояния. И что происходит с вами? Невидимая сила направляет меня в более замкнутые пространства, вход вместо чистой энергии. Как выглядит этот участок? Для меня это нечто вроде сосуда, в котором происходит исцеление. Опишите как можно подробнее, что вы испытываете там. Меня вносит внутрь, и я вижу яркий, теплый луч. Он доходит до меня в виде потока текучей энергии. Там нечто вроде пара, сначала кружащегося вокруг меня, затем мягко касающегося меня, словно он живой. Затем он входит в меня как пламя, и я словно омываюсь, очищаясь от всех своих болячек. кто-то осуществляет ваше омовение, или же это окутывающий вас световой луч, который появился неизвестно откуда. Я один, но весь этот процесс кем-то управляется. Моя сущность омывается, восстанавливается после моего пребывания на земле. я слышал, что это подобно освежающему душу, который мы принимаем после тяжелого трудового дня. Субъект смеется. После трудовой жизни он лучше, и кроме того, ты не мокнешь. Вы ведь не имеете больше физического тела. Каким образом этот энергетический душ исцеляет душу? Проникая в мое существо. Я так устал от моей прошлой жизни и от тела, которое я имел. Вы хотите сказать, что физическое тело и человеческий ум оставляют эмоциональный след в душе после смерти? Господи, да! Мое проявление, кто я есть как существо, оказалось под воздействием ума и тела, которое я занимал. Даже несмотря на то, что сейчас вы отделены от этого тела навсегда. Каждое тело накладывает свой отпечаток на вас, по крайней мере, на какое-то время. У меня были некоторые тела, от которых я никак не могу до конца освободиться. Даже если вы свободны от них, вы храните яркие воспоминания о своих телах в некоторых жизнях. Хорошо, теперь я хотел бы, чтобы процедура с исцеляющим душем закончилась, и вы рассказали мне, что вы чувствуете. Я нахожусь во взвешенном состоянии, окруженный светом. Он пронизывает мою душу, вымывает наиболее негативные вирусы. Он позволяет мне отпустить все узы моей прошлой жизни, начиная осуществлять процесс моей трансформации, ведущей к восстановлению моей целостности. На все ли души этот душ воздействует одинаковым образом? Когда я был моложе и имел меньше опыта, я приходил сюда в более поврежденном состоянии, и казалось, эта энергия была менее эффективна, потому что я не знал, как правильно использовать ее, чтобы полностью очиститься от негативности. Я дольше носил с собой свои старые раны, несмотря на исцеляющую энергию. Я думаю, что я понял. Итак, что вы делаете сейчас? Восстановившись, я ухожу и отправляюсь в другое спокойное место беседовать со своим гидом. Это место, которое я назвал исцеляющим душем, является лишь прелюдией к процессу реабилитации вернувшихся душ. Период ориентирующей настройки, который следует сразу же за ним, особенно для более молодых душ, включает в себя важную беседу или консультацию с нашим гидом. Освежившаяся душа прибывает сюда, чтобы просмотреть и проанализировать только что завершившуюся жизнь. Процесс ориентирующей настройки задуман в форме собеседования для того, чтобы способствовать дальнейшему эмоциональному освобождению души и ее новой адаптации в духовном мире. Обсуждая под гипнозом тип консультации, которая проходит во время периода ориентации, субъекты рассказывают, что их гиды тихо и мягко беседуют с ними, но при этом внимательно проверяют. Представьте своего любимого учителя в средней школе, и вы сразу поймете. это строгое, но заботливое существо, которое знает все о ваших учебных привычках, ваших слабых и сильных сторонах и о ваших страхах, который всегда готов работать с вами столько, сколько вы будете продолжать свои старания. Когда вы остановитесь, все в вашем развитии приостановится. Ученики не могут ничего утаить от своих духовных учителей. Никаких ухищрений, уловок или обмана не существует в телепатическом мире. Существует множество специфических особенностей в том, как проходит этот процесс ориентирующей настройки. И зависит это от индивидуального строения души и состояния ее ума после последней жизни. Часто души сообщают, что их установочная ориентация происходит в комнате, обстановка и интенсивность этой встречи может варьироваться после каждой жизни. Приведенные ниже случай является примером того, как высшие силы в процессе ориентации стремятся успокоить вернувшуюся душу. Случай двенадцатый Субъект В центре этого места я обнаружила свою спальню, где я была так счастлива ребенком. Я вижу розовые обои на стенах и кровать с пологом на четырех опорах со скрипучими пружинами под толстым стеганым розовым одеялом, сделанным для меня моей бабушкой. Моя бабушка и я обычно вели здесь сокровенные беседы, когда что-то меня беспокоило. И вот она тоже здесь, просто сидит на краю моей кровати с моими любимыми игрушечными зверушками вокруг нее и ожидает меня. Ее морщинистое лицо как всегда светится любовью. Через некоторое время я начинаю понимать, что она в действительности мой гид Эмифис. Я беседую с Эмифис о грустных и счастливых моментах своей жизни, которая только что закончилась. Я знаю, что я совершила ошибки, но она так добра ко мне. Мы смеемся и плачем вместе, пока я предаюсь воспоминаниям. Затем мы обсуждаем все, что я не сделала, но могла бы сделать в своей жизни. Но в конце все нормально. Она знает, что я должна отдохнуть в этом прекрасном мире. Я собираюсь отдохнуть. Я не забочусь о том, вернусь ли я снова на землю, потому что мой настоящий дом здесь. Очевидно, что более продвинутые души не нуждаются в какой-либо ориентирующей настройки на этой стадии. Это не означает, что 10% моих пациентов, относящихся к этой категории, по возвращении с земли, просто весело припровождаются своими гидами в другие пространства. Каждый должен отчитаться за свою прошлую жизнь. Как это происходит, зависит от того, как каждая личность понимала и исполняла свои жизненные роли. У продвинутых душ собеседование с учителями проводится позже. Менее опытным существам обычно уделяется особое внимание, потому что переход из физической формы в духовную дается им гораздо труднее. Субъект из следующего случая проходил через более глубокую терапевтическую духовную установочную ориентацию. Исследование установок и чувств с обзором переориентированного будущего поведения это то, что обычно проделывают гиды. Субъект 13 это сильная импозантная женщина 32 лет выше среднего роста пышного телосложения, одетая в джинсы, ботинки и просторную блузку. Эстер, так ее звали, пришла ко мне на прием в состоянии сильного возбуждения. Ее проблемы сводились к трем вещам. Она была неудовлетворена своей жизнью преуспевающего агента по недвижимости, чувствуя себя слишком материалистичной и нереализованной. Эстер также казалось, что ей не хватает женской сексуальной привлекательности. Она заметила, что в ее шкафу полно красивой одежды, которую не хочется носить. Эта пациентка рассказала мне также о том, с какой легкостью она манипулировала мужчинами всю свою жизнь, потому что, как она говорила, во мне есть мужская агрессивность, что заставляет меня чувствовать себя несостоявшейся как женщина. В детстве она не играла в куклы, отказывалась носить платья, потому что ей больше нравилось играть с мальчишками. Ее преобладающее мужское начало не изменилось с возрастом, хотя она встретила человека, который стал ее мужем, потому что он принял ее доминирующую роль в их взаимоотношениях. Эстер сказала, что получает удовольствие от сексуальных отношений с ним, пока она физически контролирует процесс, и что ему это нравится. Вдобавок ко всему, моя пациентка жаловалась на боль в голове с правой стороны над ухом, которую доктора после различных медицинских обследований и проверок связали с ее стрессами. Во время нашего сеанса я узнал, что она была мужчиной в ряде своих прошлых жизней, из которых кульминационной была одна ее рано оборвавшаяся жизнь в качестве прокурора по имени Росс Фелден, жившего в штате Оклахома в 80-х годах 19-го века. Будучи Россом, моя пациентка совершила самоубийство в возрасте 33-х лет в гостиничном номере, выстрелив в себе в голову. Росс не мог смириться с тем, как складывалась его жизнь судебного обвинителя. По мере развертывания диалога вы заметите проявление сильных эмоций. Психотерапевты-регрессионисты называют это преувеличенной реакцией пациента, находящегося в сознании верификации, то есть повторного нового эмоционального проживания жизни, в противоположность состоянию транса, в котором субъекты являются созерцающими участниками. Случай 13-й. Доктор Ньютон, куда вы направляетесь теперь, после того, как прошли через исцеляющий душ? Субъект. На встречу с моим наставником. И кто же он? Диз... Нет, его имя Клоудиз. Вы разговаривали с Клоудизом, когда вступили в духовный мир? Я не был готов, я просто хотел видеть своих родителей. Почему сейчас вы хотите встретиться с Клоудизом? Я собираюсь представить своего рода отчет о себе. Мы делаем это после каждой моей жизни, но сейчас я действительно в затруднении. Почему? Потому что я убил себя. Когда человек убивает себя на земле, означает ли это, что он как душа получит какое-то наказание? «Нет, нет, здесь нет наказания. Наказание это земная вещь. Клоудиз будет расстроен, что я рано вышел из игры и что мне не хватило мужества встретиться лицом к лицу с трудностями. Мое решение умереть подводит меня к необходимости вернуться и иметь дело с теми же проблемами, но уже в условиях другой жизни. Я просто впустую потратил столько времени, преждевременно сведя счеты с жизнью. Итак, никто не будет вас осуждать за совершение самоубийства. Но меня также и не одобрит никто из друзей. Мне грустно из-за того, что я сделал». Примечание. Это обычное духовное отношение к самоубийству. Но я хочу добавить, что те, кто пытается освободиться от хронической физической боли или от почти полной недееспособности на земле путем самоубийства, позже, как души, не испытывают сожаления. Ну хорошо. Давайте проследуем к месту вашей встречи с Клоудизом. Сначала опишите, что вас окружает, когда вы входите в это пространство, где должны встретиться со своим наставником. Я вхожу в комнату со стенами, смеется. «О, это Бакхорн!» «Что это?» «Большой ресторан скотоводов в Оклахоме». Я чувствовал себя хорошо, когда был там завсегдатаем. Дружеская атмосфера, прекрасные обшитые деревом стены, кожаные кресла. Я вижу Клоуди засидящим за одним из столиков и ожидающим меня. Сейчас мы будем беседовать. Как вам нравятся рестораны Заклахомы в духовном мире? Это одна из тех прекрасных вещей, которые они делают для вас, чтобы успокоить ваш ум. Но на этом все и кончается. Этот разговор не будет похож на вечер в ресторане. Вы, похоже, немного удручены перспективой личной беседы со своим гидом о вашей последней жизни. Потому что я проиграл. Теперь я должен встретиться с ним, чтобы объяснить, почему у меня ничего не получилось. Жизнь так тяжела. Я пытаюсь все делать правильно, но что делать правильно? мы договорились с Клоудизом. Я буду работать над постановкой своих задач и затем осуществлять их. Он надеялся, что мне, как Россу, это удастся. Проклятие. Теперь мне нужно предстать перед ним вот с этим. Вы чувствуете, что не выполнили условия контракта, которые вы заключили со своим консультантом- наставником, насчет уроков, которые вам нужно было выполнить как Россу. Да, я свалял дурака, и, конечно, мне придется заниматься этим снова. Порой кажется, что мы никогда не преуспеем в этом. Понимаете, если бы не красота земли, птицы, цветы, деревья, я бы никогда не вернулся назад. Слишком много беспокойства. Я вижу, что вы расстроены, но не думаете ли вы, и вы не можете обмануть ни себя, ни других. Все здесь знают вас очень хорошо. Я ничего не могу утаить от Клоудиза. Я хочу, чтобы вы глубоко вздохнули, вошли в ресторан Бакхорна и рассказали мне, что вы сейчас делаете. Субъект вздыхает и выпрямляется. Я вплываю и сажусь напротив Клоудиза за круглый стол около стойки. Теперь, когда вы рядом с Клоудизом, думаете ли вы, что он так же расстроен, как и вы, из-за вашей прошедшей жизни? Нет, больше расстроен я, тем, что я сделал и чего не сделал, и он знает это. Наставники могут быть недовольны, но они никогда не унижают нас. Они слишком продвинуты для этого. Консультации или наставления руководящего гида помогают процессу исцеления души во время установочной ориентации, но это не означает, что препятствия, мешающие прогрессу, полностью устранены. Болезненные эмоциональные воспоминания о нашей прошлой жизни не так быстро оставляют нас, как наше тело. Эстер должна увидеть негативную сторону своей прошлой жизни в качестве Росса ясно и без всяких искажений. Воссоздание сцен духовной установочной ориентации во время гипноза помогает мне решать психотерапевтические задачи. Я считаю, что методы психодраматической ролевой игры полезны для выявления чувств и старых убеждений пациента, связанных с его сегодняшними поведенческими проблемами. Субъект 13 проходил через довольно длительный процесс ориентации, который я привел в сжатом виде. В этот момент нашего диалога я изменил форму беседы, чтобы включить в нее гида субъекта. По мере того, как будет разворачиваться диалог о жизни Росса Фелдена, я приму на себя роль третьей стороны, роль посредника между Россом и Клоудизом. Сохраняя дух консультативной беседы, я также хочу осуществить своего рода передачу роли одного собеседника другому, чтобы Эстер Росс мог высказывать свои мысли и одновременно передавать мысли Клоудиза. Объединение субъекта с его гидом является средством, позволяющим получить помощь от этих высших существ и рассмотреть проблемы более отчетливо. Иногда я чувствую, что даже мой собственный гид направляет меня в этих сеансах. Я очень осторожно отношусь к тому, чтобы взывать к нашим гидам-наставникам без надлежащей причины. Установление прямого контакта в диалоге с гидом пациента всегда чревато неясным исходом. Если я вторгаюсь в диалог неловко или без необходимости, гиды блокируют реакцию субъекта, что выражается в его молчании или использовании метафоричного языка, смысл которого весьма туманен. Случалось, что гиды говорили через субъектов, используя их голосовые связки, и звук голоса был таким дребезжащим и диссонирующим, что я с трудом понимал ответы на мои вопросы. Когда субъекты говорят от имени своих гидов, а они сами гиды через субъектов, модуляция голоса обычно не бывает такой напряженной. В данном случае Клоудис проявляет себя через Эстер Росса легко и предоставляет мне некоторую свободу в работе с его пациентом. Доктор Ньютон. Росс, нам обоим нужно понять, что происходит с вами в психологическом отношении с начала вашей встречи с Клоудизом, посвященной ориентирующей настройке. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Готовы ли вы к этому? Да. Хорошо. Сейчас вы сможете совершить нечто необычное. На счет три. Вы обретете способность представлять две личности, играть две роли Клоудиза и себя самого. Эта способность поможет вам делиться со мной своими мыслями, а также передавать мысли вашего гида. Будет казаться, будто вы на самом деле представляете вашего гида, когда я буду давать соответствующую команду. Вы готовы? Я думаю, что да. Раз, два, три. Я положил свою ладонь на лоб субъекта, чтобы ускорить передачу. Станьте Клоудизом, выражающим свои мысли через вас. Вы сидите за столом напротив души Росса Фелдена. Что вы говорите ему быстро? Я хочу, чтобы субъект отвечал, не оценивая, не задумываясь критически о трудностях моей команды. ты знаешь, что ты мог поступить лучше. Теперь быстро снова будьте Россом Фелденом, переместитесь на другую сторону стола и ответьте Клоудизу. Я пытался, но я не видел цели. Переместитесь обратно, станьте голосом, выражающим мысли Клоудиза и ответьте Россу быстро. Если бы ты мог изменить что-либо в своей жизни, что бы ты сделал? Ответьте как Росс. Не был бы коррумпированным властью и деньгами. Ответьте как Клоудиз. Почему ты позволил этим вещам отвлечь себя от первоначальных обязательств? Вы все делаете замечательно. Продолжайте перемещаться за столом, с одного места на другое. Теперь ответьте на вопрос гида. Я хотел принадлежать к... чувствовать себя важной фигурой в обществе, чтобы подняться над другими и быть объектом восхищения, чтобы восхищались моей силой. Ответьте как Клоудиз. Особенно женщины. «Я наблюдал за тем, как ты пытался властвовать над ними и в сексуальном отношении, завоевывая их внимание, но не привязываясь». Говорите как Рос. «Да, это так. Мне не нужно объяснять. Вы и так все знаете». «Ответьте как Клоудиз. ты должен обратиться к своему самосознанию, чтобы повлиять на все это». Ответьте как Рос. «Если бы я не проявлял власть над этими людьми, они бы контролировали меня». Ответьте как Клоудиз. «Это недостойно тебя. То, чем ты стал, отличается от того, кем ты был в начале. Мы очень внимательно выбирали твоих родителей». Примечание. Фелден родился в семье средних фермеров, которые были честными и терпимыми людьми и многим пожертвовали для того, чтобы Рос мог изучать право. «Ответьте как Рос. Да, я знаю. Они воспитали меня идеалистом, чтобы помочь мне, и я хотел этого тоже». «Но все это не помогало мне. Вы видели, что происходило. Я был в долгах, когда начинал как адвокат. Неловкий, без положения. Я больше не хотел мириться со своей нищетой, защищая людей, которые не могли мне платить. Я ненавидел свою ферму, свиней и коров. Мне нравилось находиться среди важных людей. И когда я, став прокурором, вошел в круг таких людей, у меня была идея реформировать систему и помочь фермерам. Существовавшая система была неправильной». «Ответьте как Клоудис». «Тебя испортила система». «Как это произошло?» «Ответьте как Росс». «Люди должны были платить штрафы, но они не могли заплатить. Одних я сажал в тюрьму за проступки, которые они не хотели совершать, других вешал». «Я стал убийцей в законе». «Ответьте как Клоудис». «Почему ты чувствовал себя ответственным за то, что преследовал по закону преступников, обвиненных в нанесении ущерба другим?» «Ответьте как Росс». «Некоторые из них, большинство, были обычными людьми, как мои родители, которые стали жертвами системы и нуждались в деньгах, чтобы выжить?» «Встречались такие, кто были умственно отсталыми?» «Ответьте, как Клоудис, как насчет жертв преступлений тех людей, которых ты преследовал?» «Разве ты не выбрал жизнь блюстителя закона, чтобы помочь обществу и поддержать безопасность ферм и городов с помощью правопорядка и правосудия?» «Ответьте, как Росс». «Разве вы не видите, что у меня не получалось?» «Примитивное общество сделало из меня убийцу?» «Ответьте, как Клоудис». «И поэтому ты убил себя?» «Ответьте, как Росс. Я сбился с пути. Я не мог вернуться в прежнее положение и быть ничем, и не мог продолжать двигаться вперед». «Ответьте, как Клоудис». «Ты слишком легко оказался среди тех, кто мотивировал свои действия личной выгодой и желанием славы. Это не твое истинное лицо. Почему ты скрывался сам от себя?» «Ответьте, как Росс. Почему вы не оказали мне больше помощи, когда я начинал как государственный защитник?» «Ответьте, как Клоудис». «Что ты выиграешь, если будешь думать, что я должен спасать тебя на каждом повороте?» Я попросил Эстер отвечать как Росс, но когда она не ответила на последний вопрос, я вмешался. Росс, позвольте вмешаться. Я полагаю, что Клоудис пытается выяснить, что вы хотите получить за ту боль, которую вы испытываете сейчас, и за переживание в вашей прошлой жизни, когда вы обвиняли его. «Хочется сочувствия, я думаю». «Хорошо, ответьте мне как Клоудис на эту мысль. А что бы ты еще хотел получить от меня? Ты недостаточно много работал над собой. Я ведь помещал в твой ум мысли об умеренности, сдержанности, ответственности, изначальной цели, о родительской любви, но ты игнорировал эти мысли и упрямо не желал предпринимать альтернативные шаги». Рос ответил без моей команды. «Я знаю, что не замечал ваших знаков, сигналов, которые вы посылали мне. Я упускал возможности. Я боялся». «Ответьте как Клоудис на ваше высказывание». «Что самое ценное на твой взгляд было в тебе?» «Ответьте своему гиду». «У меня было желание изменить положение дел на земле. Я начинал с этого, с желания что-то изменить для людей земли». «Ответьте как Клоудис». «Ты быстро бросил это задание, и, как я вижу, ты опять упускаешь возможность не решаясь пойти на риск и принять путь, на котором ты можешь понести какой-то урон, и пытаясь стать тем, кем ты не являешься. Отсюда снова печаль». При попытках воссоздания во время сеансов гипноза процесса ориентирующей настройки субъекта с гидом неизбежно возникают резкие переходы. Заметьте, как речь субъекта 13, когда она выступает в роли Клоудиза, становится более рассудительной, здравой и решительной, и как это отличается от рассуждений самой пациентки Эстер или Росса. Мне не всегда удается добиться от субъектов проникновенной передачи комментариев их гидов в подобных процессах их духовных ориентировок. Но тем не менее, память о прошлой жизни часто переходит в жизнь нынешнюю и проявляется в текущих проблемах, независимо от особенностей новой духовной обстановки. Для меня не имеет значения, действительно ли мой субъект и ее гид вели беседу в Бакхорнском ресторане, в то время, как я передвигал временные рамки. В конце концов, Росфелден как человек умер, но Эстер попала в такое же затруднительное положение, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы изменить эту деструктивную форму или модель ее поведения. В течение нескольких минут мы вместе с этим субъектом просмотрели то, что ее гид обозначил как отсутствие должной самооценки, как отчуждение от своего я и утрату ценностей. Попросив Клоуди за о дальнейшем содействии, я закрыл сцену ориентирующей настройки и сразу же направил Эстер к более поздней духовной стадии, предшествовавшей ее рождению в нынешней жизни. Находясь в духовном мире, располагая всей информацией о том, кем вы были в качестве Росса и получив большее понимание относительно своего истинного духовного облика, почему вы выбрали свое нынешнее тело? Я выбрал женское тело, чтобы люди не пугались меня. На самом деле? Тогда зачем вы выбрали тело такой сильной властной женщины двадцатого столетия? Они не увидят прокурора в черном облачении в зале суда. На этот раз я коробочка с сюрпризом. Коробочка с сюрпризом? Что это значит? Я знала, что как женщина я была бы менее грозной для мужчин. Я могла бы застегать их врасплох и пугать до смерти. Какого рода мужчин? Больших парней, составляющих властные структуры в обществе. Захватывать их врасплох, когда они убаюканы ложным чувством безопасности. Ведь я всего лишь женщина. Захватывайте их врасплох. И что дальше? Субъект ударяет своим правым кулаком по ладони левой руки. Захватываю их, чтобы спасти простых ребят от акул, которые хотят пожрать всю мелкую рыбу в этом мире. Я перемещаю субъекта в настоящее время, но при этом она остается в сверхсознательном состоянии. Помогите мне понять, чем вы руководствовались, решая стать женщиной в этой жизни. Вы хотели помочь той самой категории людей, которым вы не были в состоянии помочь в своей предыдущей жизни, когда имели мужское тело. Верно? Да, но это не лучший способ. Получается не так, как я думала. Я все же слишком сильна и энергична. Исходящая из меня энергия устремляется в неправильном направлении. В каком неправильном направлении? Я занимаюсь тем же, чем и раньше. Плохо, неправильно обращаюсь с людьми. Я выбрала тело женщины, которую мужчины побаиваются, и я не чувствую себя женщиной. Например, в сексе, в бизнесе. Я опять манипулирую властью, отбрасывая в сторону принципы, сбиваясь с пути, как это было раньше в облике Роса. На этот раз я занимаюсь махинациями в сфере недвижимости. Я слишком заинтересован в деньгах. Я хочу занять высокое положение. И каким же образом это ранит вас, Эстер? Сила денег и положение это для меня наркотик, как и в моей прошлой жизни. То, что я сейчас женщина, не помогло мне избавиться от желания контролировать людей. Так глупо. Значит, вы думаете, что руководствовались неверными мотивами, выбирая тело женщины? Да, я чувствую себя более естественно в качестве мужчины, но я думала, что как женщина в этот период времени буду более нежной. «Я хотел еще раз попытаться реализовать свой шанс в женском теле, и Клоудис разрешил мне это». Пациентка откинулась назад в кресле, просчиталась. «Не думаете ли вы, что чересчур суровы к себе, Эстер? Мне кажется, что вы также решили быть женщиной потому, что надеялись, что женская проницательность и интуиция откроют для вас новую перспективу, которая позволит вам проработать свои уроки. Вы можете иметь мужскую энергию, если вам хочется ее так называть, но при этом быть женственной». Прежде чем закончить с этим случаем, я хотел бы коснуться вопроса о гомосексуальности. Большинство моих субъектов в 75% случаев предпочитают какой-то определенный пол, либо только женский, либо только мужской. Это характерно для всех душ, за исключением продвинутых, которым несвойственно впадать в ту или иную крайность при выборе пола. Тот факт, что большинство тесно связанных с землей душ, склоняются к тому или иному полу, не означает, что они чувствуют себя несчастными, выбирая другой пол, то есть в течение 25% всего своего прожитого на земле времени. Эстер не обязательно относится к категории геев или бисексуалов из-за своего нынешнего выбора женского тела вопреки своей склонности к мужскому. Гомосексуалисты могут испытывать какие-то неудобства, а могут и нормально существовать, имея те или иные анатомические особенности. Когда среди моих пациентов оказываются геи, они часто спрашивают, не является ли их гомосексуальность результатом выбора неправильного пола в этой жизни. Во время сеанса они, как правило, получают ответ на свой вопрос. Независимо от обстоятельств, которые побуждают душу выбрать тот или иной пол, это решение принимается до воплощения на земле. Иногда я замечаю, что люди гейского типа уже до своего рождения решают провести эксперимент и принять пол, который они редко выбирают в своих жизнях. Гомосексуализм считается довольно порочным явлением в нашем обществе, и жизненный путь геев представляется более трудным. У тех моих пациентов, которые выбрали этот путь, обычно можно выявить кармическую потребность ускорить личное понимание сложных различий между полами в связи с определенными событиями их прошлых жизней. Субъект 13 решила быть женщиной в этой жизни, чтобы попробовать преодолеть блоки и проблемные моменты, не проработанные в ее прошлой жизни в качестве Росса Фелдена. Выиграла бы Эстер, если бы она узнала о своем прошлом в качестве Росса не на сеансе гипноза через 30 с лишним лет жизни, а в самом начале своей жизни. Наша неспособность помнить и сознавать свои прошлые существования называется амнезией. Такая особенность или условие человеческой жизни кажется странным и непонятным для тех, кто интересуется реинкарнацией. Поэтому мы вынуждены пробираться на ощупь в нашей жизни, пытаясь выяснить, кто мы и что должны делать, и задаваясь вопросом о том, действительно ли какое-нибудь духовное, божественное существо заботится о нас. Я завершил свой сеанс с этой женщиной, задав ей несколько вопросов о ее амнезии. Почему, по-вашему, вы не помните о своей жизни в теле Роса Фелдена? Когда мы выбираем тело и разрабатываем план перед возвращением на Землю, мы заключаем соглашение со своими гидами-консультантами. Соглашение о чем? Мы договариваемся не помнить другие жизни. Почему? Учиться с нуля лучше, чем знать заранее, что может случиться с нами из-за наших старых свершений. Но разве не было бы полезно знать об ошибках своей прошлой жизни, чтобы избежать той же ловушки в этой жизни? Если бы люди знали все о своем прошлом, многие стали бы обращать на него слишком много внимания, вместо того, чтобы пробовать новые подходы к той же проблеме. К новой жизни необходимо относиться серьезно. Есть ли еще другие причины? «Если мы не имеем воспоминания о прошлом, то, как говорят наши гиды, мы менее озабочены тем, чтобы пытаться отомстить за прошлое, расквитаться за зло, которое нам причинили когда-то. Но мне кажется, что это в какой-то степени повлияло на вашу мотивацию и поведение в нынешней жизни? Вот поэтому я и пришла к вам. И все же не думаете ли вы, что полное беспамятство, поражающее нас на земле относительно нашей вечной духовной жизни, необходимо для прогресса? Обычно да, но мы не полностью отключены. Бывают какие-то проблески или прорывы в снах, в кризисные периоды жизни. Люди получают, когда это необходимо, внутренние знания о том, в каком направлении двигаться. А иногда наши друзья могут немного запутать нас. Под друзьями вы подразумеваете существа из духовного мира. Именно так они дают нам намек, озаряя идеями. У меня так было. Тем не менее, вам пришлось прийти ко мне, чтобы отпереть память. У вас есть способность узнавать, когда это необходимо. Я была готова к перемене, когда услышала о вас. Клоудис позволил мне увидеть прошлое вместе с вами, потому что это полезно для меня. Иначе ваша амнезия осталась бы нетронутой. Да, это бы означало, что мне пока не следует знать какие-то вещи. По-моему, если пациенты в то или иное время не способны войти в состояние гипноза, или если у них в состоянии транса всплывают лишь отрывочные воспоминания, то имеются определенные причины существования этих блоков. причина не в том, что у этих людей не может быть воспоминания о прошлом. Просто они не готовы к тому, чтобы узнать о них. Моя пациентка знала, что что-то мешало ее развитию, и она хотела выявить это. Сверхсознание души содержит нашу непрерывную память и наши цели. В какой-то определенный момент жизни мы должны гармонизировать человеческие материальные потребности с целью пребывания нашей души здесь. Я стараюсь руководствоваться здравым смыслом, согласовывая и приводя в соответствие прошлый и настоящий опыт. Наша вечная личностная сущность никогда не оставляет нас одних в теле, которое мы выбрали, невзирая на наш нынешний статус. В процессе размышлений, медитации или молитвы, воспоминания о том, кто мы такие на самом деле, ежедневно пробиваются к нам в форме особых мыслей. Так или иначе, через туман амнезии мы интуитивным способом получаем ключ к разгадке тайны нашего существа. После того, как я выяснил и устранил источник головных болей Эстер, я завершил свой сеанс с ней, поддержав ее выбор быть женщиной. Но не для того, чтобы попугать мужчин, а по иным причинам. Я пообещал ей немного ослабить ее оборонительные механизмы и помочь ей стать менее агрессивной. мы обсудили возможности перемен в ее профессиональной жизни и в целях, акцентируя внимание на профессиях, связанных с оказанием помощи людям, а также на вариантах добровольной работы в сфере обслуживания. В конечном итоге она перестала воспринимать свою нынешнюю жизнь как неудачный выбор пола и сумела увидеть в ней великую возможность учиться и познавать. Проводя подобные сеансы, я не перестаю удивляться и восхищаться суровой правдивостью и честностью душ. Когда душа проживает продуктивную жизнь, благоприятную для нее и для окружающих, она, как я не раз замечал, возвращается удовлетворенная и наполненная энтузиазмом. Однако, когда субъекты, подобно последнему случаю, утверждают, что впустую потратили свою прошлую жизнь, особенно в случае самоубийства, то, возвращаясь в духовный мир, они испытывают чувство подавленности. Я пришел к выводу, что если процесс ориентации оказывается для субъекта огорчительным, то основная причина это внезапность, с какой душа снова обретает полноту понимания. После физической смерти, не обремененная телом душа, неожиданно оказывается в потоке ощущений и знаний. глупости, которые мы совершали в жизни, сильно поражают нас во время нашей ориентирующей настройки. Но когда я направляю моих субъектов дальше в духовный мир, я замечаю у них снижение напряжения и возрастание ясности мысли. В первоначальной своей матричной основе души были порождены в любви и мудрости. И когда они начинают воплощаться на таких планетах, как Земля, и соединяться с физическими существами, эволюционирующими из примитивного состояния, то неизбежное в таких условиях насилие шокирует ее. Человеческим существам, как таковым, свойственны грубые, негативные эмоции, гнев, ненависть и так далее, которые являются продуктом страха и боли и связаны с борьбой за выживание, начиная с каменного века. Позитивные и негативные эмоции души и человеческого существа перемешаны в теле человека для более успешного развития. Если бы душа знала только любовь и покой, она не имела бы прозрений и никогда по-настоящему не могла бы оценить значение этих позитивных чувств. Контрольная задача реинкарнации для души победить страх в человеческом теле. Душа развивается, пытаясь преодолеть все негативные эмоции, связанные со страхом, проявляя при этом упорство и настойчивость на протяжении многих жизней и нередко возвращаясь в духовный мир израненной и побитой, как в случае тринадцатом. Часть этой негативности может сохраняться даже в духовном мире и снова проявляться в новом теле в следующей жизни. С другой стороны, здесь есть и компенсирующий момент. Это безграничная радость и восторг от того, что на земле истинная природа индивидуальной души раскрывается в счастливом человеческом существе. Ориентирующая встреча с гидом позволяет нам начать в промежутке между жизнями длительный процесс саморазвития. Дальше нам предстоит другая встреча, на этот раз в присутствии большого числа продвинутых существ. В предыдущей главе я упоминал древнеегипетскую традицию, согласно которой души только что умерших людей попадают в зал суда для того, чтобы отчитаться за свою прошедшую жизнь. Концепция мучительного испытания, ожидающего нас сразу же после смерти, входит в той или иной форме в религиозные вероучения многих культур. Иногда впечатлительные личности, оказавшись в травматической ситуации, описывают, что они имели опыт пребывания вне тела и имели кошмарные видения, как некие ужасные существа увлекали их в загробную тьму, где демонические судьи выносили им приговор. В таких случаях я допускаю наличие сильного влияния системы убеждений, включающей в себя понятие ада. Находясь под гипнозом, спокойным, расслабленном состоянии на всех ментальных уровнях, мои субъекты сообщают, что первая установочная встреча с их гидами подготавливает их к тому, чтобы предстать перед группой высших существ. Однако они не используют слова «зал суда» или «судебный процесс», описывая это заседание. Часть моих субъектов называют этих мудрых существ директорами и даже судьями, но большинство ссылается на них как на совет учителей или старших. Он обычно состоит из трех семи членов, и поскольку души появляются перед ними после того, как побывают дома в своей исходной обители, я рассмотрю это заседание более подробно в конце следующей главы. Все встречи, так или иначе связанные с оценкой души, проходят ли они с нашими гидами, товарищами или с советом учителей, имеют одну общую черту. В оценке и анализе нашей прошедшей жизни, которые мы получаем в форме авторитетного суждения, учитываются как изначальный мотив нашего выбора, так и наши действия, совершенные нами в течение жизни. Наши побуждения внимательно рассматриваются и критикуются, но не осуждаются до такой степени, что мы начинаем страдать. Как я объяснял в главе четвертой, это не значит, что души освобождаются от ответственности за нанесение ущерба другим, даже если они сожалеют о содеянном. Кармическая расплата наступит в будущей жизни. Мне рассказывали, что наши духовные учителя постоянно напоминают нам о том, что, поскольку человеческий ум не имеет врожденного чувства нравственности, за совесть должна нести ответственность душа. Тем не менее, в духовном мире царит дух прощения. Этот мир не имеет возраста, и точно так же весь наш учебный процесс и наши задачи. Нам будут даваться другие возможности и шансы в нашей борьбе за собственный рост и развитие. По окончании первой встречи с нашим гидом мы покидаем это место ориентирующей настройки и попадаем в организованно движущийся поток большого количества душ, переносящихся в место, напоминающие некий центральный приемный пункт.